СИУ СИУ – Североамериканское племя. Из цикла «Национальные праздники и традиции разных народов». СИУ – коренная североамериканская нация, населявшая регион Великих равнин, примерно на территории современных штатов Колорадо, Монтана, Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота и Вайоминг. Они являются одним из многих народов, называемых индейцами равнин, которые жили в регионе примерно за 13 тысяч лет до прихода европейцев в XVII веке. СИУ родом из долины реки Миссисипи, а также из района Великих озер, но войны с народами иракезов и аджибви вынудили их переселиться на запад. Название «СИУ» происходит от французской интерпретации упоминания аджибви. Настоящее название народа – ОКЭТИСАКОВИН – люди Семи Огней Совета, или ОКЭТИСАКОВИНАЯТИ – народ-нации Семи Огней Совета, отсылающие к семи первоначальным племенам СИУ, которые приносили угли из своих индивидуальных очагов для разжигания коллективного огня на заседаниях Совета. Эти племена – ЭМДИВАКОНТАНСЕССИТОН, так же как СИСТОНВАН – ТИТОН, так же как ТИТАНВАН – ВАХПИКУТИВАХПИТОН, так же как ВАХПИТОНВАН – ЯНГТОН, так же как ИХАНГТОН – ЯНГТОНАЙ, так же и ХАНГТОВАНА, племена стали называться ДАКОТА или ЛАКОТА, и ранее НАКОТА, хотя сейчас это оспаривается, что означает «союзник» или «друг». Эти семеро связаны с другими племенными народами языком, сиуанской, и культурой. Первоначально охотники-собиратели, СИУ перешли к производящему образу жизни 709 г.г. н.э. После завоза кукурузы из Мезоамерики, но продолжали охотиться и поддерживать полукачевую социальную модель, поскольку они следовали за дичью, в основном за буйволами. Их традиционная социокультурная модель изменилась в конце XVII – начале XVIII века с появлением европейского огнестрельного оружия и их мастерством обращения с лошадью, завезенной в Северную Америку в XVI веке испанцами, что сделало их одной из наций, отнесенных современными учеными к «конной культуре» Северной Америки. Как и для всех других коренных американцев, контакты с европейцами негативно повлияли на культуру СИУ с самого начала, но в большей степени в XIX веке, когда американская экспансионистская политика потребовала больше земель их предков. Сопротивление возглавляли великие лидеры СИУ, в том числе Красное Облако, ОК, 1822, 1909, Сидящий Бык, ОК, 1837, 1890, и Бешеный Конь, ОК, 1840, 1877, в то время как другие, такие как Черный Лось, ОК, 1863, 1950, поддерживали их. Величайшая победа СИУ была битва при Литу Бекхорне в июне 1876 года, а величайшим поражением стала резня в Вундетни в 1890 году, которая положила конец сопротивлению СИУ и привела к их переселению в резервации. Название «Язык и нация» Народ, позже известный как «СИУ», сначала населял регион долины Миссисипи, пока агрессия иракезов и конфликты с Аджибви не вынудили их переселиться на запад, в район современных Миннесоты и Висконсина. По словам Альберта Уайтхэта, старейшины и учителя языка, слово «СИУ» происходит от французских торговцев мехом на запад в районе озер Северного Висконсина и Миннесоты. Когда жители Дакуты сказали торговцам мехом, что они не могут продвигаться дальше на запад, торговцы пошли к Аджибви и спросили, кто эти люди. Старейшина Аджибви повел руками, как змея, и сказал «натовесивок». Переводчик ответил «змеиный народ». Однако на самом деле старейшина Аджибви имел в виду народ змей подобной реки, Миссисипи. Во французском языке для обозначения множественного числа часто добавляется «у», и вскоре Дакота были известны как «надуэссиу», или «маленькие змеи». Со временем этот термин был сокращен с «надуэсси», да «сиу». Ученый Адель Нозидар пишет, впервые они были записаны как «сиу», когда французский переводчик Жан Николи упомянул это слово в 1640 году. До этого времени они были известны под именами, которыми сами себя называли «Окэти Саковин» и «Дакота» – «Лакота». Первоначальные семь племен связаны с другими языковыми семьясом «сиу», в том числе «Арикарова Ранохидацаева Кадзасмандан Мисурема Хасиджата Панкакуа». Поэти разные племена заключили пакты о дружбе и союзе и присоединились к первоначальной семерке. Этот народ известен как «Дакота» на восточном диалекте и «Лакота» на западном диалекте. До недавнего времени «Накота» упоминалось как название на среднем диалекте, но это было оспорено и вышло из употребления в некоторых кругах. Карта коренных народов Америки в США «Сиу» распространились дальше на запад и юг от региона Миннесота, Висконсин еще до того, как французские переселенцы из современной Канады начали вторгаться на их земли в XVII веке. Религия, ритуалы и танец солнца Повседневная жизнь Сиу основана на их религиозных верованиях, согласно которым Великий Дух, Вакон Танка, создал все сущее, наполняет все сущее и является объединяющей силой Вселенной, которая поддерживает все сущее. Центральное место в их духовных верованиях занимают Чанунпа, церемониальная трубка, священная трубка, и пачка табака Лела Вакон, очень священная, подаренная им женщиной-теленком белого буйвола, сверхъестественной фигурой, которая пришла показать их родство с Вакон Танка и Та, как почитать и поддерживать эту связь. Вместе с трубкой и табаком она научила их семи священным обрядам, которые они должны соблюдать, и тому, как Чанунпа должна использоваться в этих церемониях и в другое время. Святая женщина продемонстрировала, как преподносить трубку земле, небу и священным указаниям, прежде чем объяснить, что круглая каменная чаша трубки с вырезанным на ней изображением теленка буйвола символизирует землю и всех четвероногих животных, которые по ней ходят. Его деревянный стержень, поднимающийся из центра чаши, символизировал все, что растет, и представлял прямую связь между землей и небом. Двенадцать перьев подорлика, свисающих с трубки, символизируют всех обитателей воздуха. «Всякий раз, когда ты куришь эту трубку», — сказала женщина, — «все эти вещи присоединяются к тебе, все во Вселенной, все они посылают свои голоса ваконтанки, великому духу». «Всякий раз, когда вы молитесь с помощью этой трубки, вы молитесь за все сущее». Церемониальная трубка Дакота «Семь священных ритуалов», с которыми используется трубка, следующая, «сохранение души», также обозначается как «сохранение и освобождение души», обряд очищения, взывающий о видении танец солнца. Создание родственников совершеннолетия девочки метания меча в разных источниках они представлены в разном порядке. Приведенный выше порядок взят от ученого Ларри Джей, Циммермана, в согласии с большинством других, который объясняет их, первый обряд «сохранение и освобождение души», используется для «удержания души умершего человека» в течение ряда лет, пока она не будет должным образом освобождена, обеспечивая надлежащее возвращение в мир духов. Второй ритуал, это «парилка», обряд очищения. Третий, «взывающий о видении», излагает ритуальную схему поиска видения у Лакута. Четвертое, это общественная церемония, известная как «танец солнца», празднуется, чтобы пробудить землю и возблагодарить солнце. Пятое, создание родственников, ритуальное соединение двух друзей священными узами. Шестая, церемония полового созревания девочки. Заключительный ритуал называется «бросание меча», игра, представляющая вакон танка и обретение мудрости. Церемонии племени Лакута предписывали женщине теленку белого буйвола почитать великого духа. Каждый ритуал также важен, как и другие. Но «танец солнца» вовлекает все сообщество и считается необходимым для обновления земли, здорового урожая, процветания на охоте и в войне, единства племени и поддержания прочной связи с великим духом. Ритуал проводился, и проводится, в начале лета, обычно в июне, и в нем участвовало все общество. Танец был инициирован мужчиной или женщиной, которым либо было сказано в видении, что они должны взять на себя инициативу, либо они просили великого духа о какой-то услуге, благодарили за полученный дар или за общее благополучие общины. Каким бы ни был мотивирующий фактор, благо многих было в центре внимания. Например, благодаря великого духа за здоровое рождение своего ребенка, человек также должен благодарить за здоровое рождение всех детей в сообществе. Хотя «танец» объявил один человек, в ритуале была роль у каждого члена общины. Дети помогали подготовить площадку для танца, расчистив ее, женщины строили сооружение, а мужчины установили центральный шест, убивали животных, которые станут подношениями, а те, кому предстояло танцевать, готовились духовно. Было построено временное жилище с шестом в центре, символизирующим связь между землей и небом, и оно было увенчано головой буйвола, убитого опытным охотником одним выстрелом. Буйвол считался священным животным и источником жизни, поэтому почитался в центре ритуала. Кожаные ремешки, прикрепленные к верхушке шеста, позже продевались либо через плечи, либо через грудные мышцы тех, кто добровольно пошел на жертвоприношение, либо в надежде получить видение, либо на благо общины, либо как способ выразить свою благодарность. Самоистязание в религиозной церемонии индейцев эти люди танцевали вокруг шеста, свободно раскачиваясь на ремнях, до которых они не могли дотронуться руками, пока не срывались и не падали на землю, после чего их относили на ложе из шалфея, чтобы они отдохнули и надеялись получить видение. Люди постились и молились, а во время танцев, которые часто могли длиться дни или до двух недель, некоторые люди отказывались пить или пили умеренно. В центре внимания танца были, по сути, благодарность, связь и возрождение, будь то пробуждение себя, земли, духов или сообщества. Но в этом, как и во всем остальном, благо многих понималось как более важное, чем отдельный человек. Поэтому, даже если кто-то участвовал в надежде на видение, это видение считалось приносящим пользу всем, а не только получателю. Повседневная жизнь, правительство и гендерные роли Повседневная жизнь сил отражала это понимание, поскольку каждый должен был сыграть свою роль в обеспечении общего блага сообщества. Мужчины охотились, защищали деревню, вели войны и участвовали в ритуалах братств, которые готовили их как воинов, охотников, хранителей, лидеров и дипломатов, распознавая их природные склонности или навыки и развивая их. Женщины шили одежду, растили детей, пока мальчики не становились достаточно взрослыми, чтобы их могли обучать отцы или дяди, строили типи, вигвам, или дом, растили и сносили типи при разбивке лагеря, владели большей частью, а иногда и всеми предметами в доме, поскольку это были ее владения, сажали и собирали урожай и заключали торговые соглашения. Дети играли в игры, но после определенного возраста от них также ожидалось, что они будут вносить свой вклад, помогая собирать дрова для костра, заготавливать шкуры или носить воду. Женщины могли развестись с мужьями, которые оказались плохими кормильцами, или по любой другой причине, просто собрав его вещи из своего вигвама и бросив их на землю. Тогда мужчина оставался бы бездомным, если бы родственники не сжалились над ним. У мужчины могло быть больше одной жены, если он мог в равной степени обеспечивать каждую женщину и проявлял к ней одинаковый уровень уважения. Женщины также могли участвовать в управлении государством, что характеризовалось общим собранием народов раз в год летом, когда в каждую деревню приносили угли для разжигания центрального костра, поднимались проблемы, обсуждались и принимались решения. У каждой отдельной деревни или общины была своя версия этого общинного собрания вождей, которые были выбраны племенем на основе их личных достоинств. Только те, кто олицетворял ценности сообщества, такие как верность, честь, мужество и мудрость, были избраны лидерами и могли оставаться таковыми только до тех пор, пока они продолжали демонстрировать эти качества. Хотя гендерные роли были четко определены для мужчин и женщин, также признавался третий пол, который не был ни тем, ни другим. В современную эпоху эти люди известны как двудушные. Двудушный человек – это мужчина или женщина, который идентифицирует себя с противоположным полом. Человека с мужским телом могло посетить видение незадолго до или во время полового созревания, раскрывающие фактически пол этого человека, и тогда он был бы известен как вингти, сокращение от термина лакута уиннингтека, тот, кто хочет быть женщиной. Эти люди высоко ценились сообществом, выполняли задачи и брали на себя роль, связанную с женщинами. Как и у всех остальных, двуединый дух понимался, и понимается, как обладающий чем-то ценным, что может внести свой вклад в благо сообщества, и поэтому не было никакого осуждения в отношении того, кого сегодня назвали бы «трансом» или «геем», вингти ценился так же высоко, как и любой другой член сообщества, иногда даже высший, особенно если он проявлял большую мудрость, художественные способности или великодуший дух. Война, конница и американская экспансия Однако Сиу, как и любой другой из коренных народов Америки, не всегда были миролюбивыми, принимающими и прощающими, и часто воевали или совершали набеги на своих соседей. Войны велись пешими, пока Сиу не освоили лошадь, о которой они уже были хорошо осведомлены примерно к 1700 году. Лошадь произвела революцию в путешествиях, охоте и ведении войну Сиу. Фактически это стало причиной войн, или, по крайней мере, набегов на другие племена, поскольку чем больше у человека лошадей, тем больше его богатства и престиж. Военные отряды также организовывались для защиты своих охотничьих угодий, мести за предполагаемое оскорбление или за честь в бою. Сиу регулярно снимали скальпы со своих врагов в битве, а затем устраивали танец скальпов, который чествовал тех, кто был убит, а также тех из племени Сиу, кто пал в битве. Скорбящим было предложено рассказать историю того, кого они потеряли во время этого ритуала, чтобы его помнили и чтили. Военный танец индейцев Сиу, когда европейские эмигранты, американцы начали продвигаться дальше на запад, конный воин Сиу был одним из самых страшных, и тогда войны велись либо оборонительно, для защиты своей земли и общины, либо наступательно, для изгнания англопоселенцев, которые захватили с землю и ресурсы без разрешения. Так называемые воины Сиу, или воины равнинных индейцев, велись между 1854 и 1854, 1890 годом, от битвы при Гротане, массовое убийство 30 американских солдат и их гражданского переводчика, до резни в Вундетни, в ходе которой было убито более 250 мужчин, женщин и детей племени Сиу. Заключение. Резня в Вундетни сломила сопротивление Сиу политики геноцида, проводимой правительством Соединенных Штатов, и люди были переселены в резервации, участки земли не по их собственному выбору, несмотря на многочисленные договоры, подписанные представителями Соединенных Штатов, обещающие им мир на землях их предков. Циммерман пишет, «В основе каждой местной культуры лежит неизменное почтение к региону, в котором живет народ. Местность там священна, является источником самобытности и силы, эта топографическая схема повторяется во всех регионах, и это одна из причин, почему принудительное переселение было настолько разрушительным с культурной точки зрения. Сегодня Сиу живут в резервациях, занимающих всего 7800 квадратных километров огромной территории, которую они когда-то называли домом, в современных штатах Миннесота, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Южная Дакота, а также в резервациях в Канаде. Хотя Сиу было обещано, что они смогут мирно жить в этих резервациях, предлагаемые проекты трубопроводов через их земли, которые угрожают окружающей среде и их здоровью, такие как спорные трубопроводки Stone XL, следуют той же парадигме, установленной правительством США в 18-19 веках нарушения обещаний в интересах получения прибыли. 8 индейцев Сиу перед Типе в резервации Пайн Ридж самый известный пример позора правительства США в отношении только Сиу, не говоря уже о многих других народах, это когда им была обещана священная территория Black Hills по договору Форт Ларами 1868 года, а затем правительство США нарушило этот договор, как только в холмах в 1874 году было найдено золото. В 1980 году Верховный суд США постановил, что Black Hills были приобретены Соединенными Штатами незаконно, и согласился на выплату возмещения в размере более 100 миллионов долларов, которые были переведены на счет. Эти 100 миллионов долларов сейчас выросли с процентами до более чем миллиарда долларов, но Сиу отказываются их принимать, потому что земля никогда не выставлялась на продажу. Сиу не нужны деньги, они только хотят справедливости и возвращения своей земли. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания ЖАШ КЛАБ и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова